Приветствую вас! Давайте мы с вами разберём то, что вы написали. Как часто бывает у многих, что мои первые отношения закончились печально. Ну, понимаете, здесь лично я вижу проявление такого, знаете, обесценивания себя, потому что, во-первых, да, конечно, первые отношения часто заканчиваются печально, это так. Но то, что вы сравниваете себя с другими людьми, то, что вы говорите о том, что, как у многих, это наводит меня на мысли о том, что вы, ну, довольно часто вот так делаете. То есть вы довольно часто смотрите на других людей, возможно, вот, и, соответственно, сравниваете себя с ними. Это не является хорошим подспорьем для нормальной жизнедеятельности, вот. Это не является хорошим стимулом для того, чтобы вам чего-то добиваться в жизни, чтобы вам что-то делать, вот. Поэтому, если вы часто сравниваете себя с другими, то я рекомендую вам на это обратить самое, ну, пристальное внимание, потому что хорошего в этом нет ничего. Понятно, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Вот. Дальше, значит, вы пишите, что ваши отношения закончились печально. Опять же, в целом, я вас понимаю, я понимаю, что это неприятно, но у вас здесь, вероятно, имеет место быть неправильное отношение к тому, что произошло. То есть, то есть, не печально, я бы сказал, а скорее, знаете, скорее опыт, скорее какого-то рода ошибка должна быть извлечена из того, что вы написали, и сделаны выводы соответствующие. Дальше, встречаться с девочкой почти три года, она с первого курса вуза закончилась всего час, но она к другому ушла. Интересный момент. Скажите, а почему вы считаете ужасным тот факт, что девушка ушла к другому? Именно ужасным. Почему? Если вы ее девушку, я имею ввиду, любили, если она была вам дорога, то, наверное, вы понимаете, что ушла она не просто так. Что у нее были причины для того, чтобы уйти. Вопрос в том, знаете ли вы эти причины? Вопрос в том, а отдаете ли вы себе отсчет в том, какие они, эти причины? Вот это действительно важно. Если вы закончили свои отношения, да, ну вот, завершили их, но при этом не сделали никаких выводов из них, ну, из отношений. Если вы не сделали никаких выводов, то ситуация, скорее всего, повторится. Снова. И тут вот момент на самом-то деле такой, чтобы помочь вам увидеть, почему это происходит. Из-за чего? Из-за чего подобное случается? Дальше идем. Так, значит, до этого у меня не было отношений, так как очень тщательно присматривался к девочкам, почти у всех друзей из моей компании были неудачные отношения, мне не хотелось повторить это. Ну, интересно, что вы обращаете внимание здесь, как вам сказать, вы обращаете внимание здесь именно на девушек. То есть это у девушек проблема. Понимаете? Вот. Это у девушек трудности. То есть это девушки виноваты в том, что изменили своим мужчинам. Вы не берете в расчет, что и ваши друзья тоже ответственны за то, что, собственно, происходило. Вот. И если человек не хочет брать ответственность за то, что происходит, то в итоге ситуация складывается на самое-самое негативное, к сожалению. То есть здесь акцент ответственности нужен. Далее. Вот я начал девушку, мы начали встречаться, между нами было около 150-150 километров, но виделись мы часто. Ну, вы знаете, вот, опять же, если говорить о психоаналитическом аспекте, да, данного вот, ну, данного контекста, если говорить именно о психоаналитическом аспекте, то вы выбрали отношения на расстоянии, да, совершенно не случайно. Вы выбрали их потому, что вы боитесь близости. Вы боитесь близости и, соответственно, предпочитали быть на отдалении. То есть, да, формально вы встречались, формально, но фактически вы не могли не знать, что эти отношения, они обречены на провал. То есть я не верю в то, что вы этого не знали. Вы производите впечатление достаточно умного человека, да, образованного, осозненного или, по крайней мере, стремящегося к этому, к осозненности. Поэтому я не верю, что вы не знали о том, если эти отношения закончатся. Вот, вы пишете, старался для нее много всего, значит, делать, и подарки, и поездки, и много другого. А зачем, аноним? А зачем вы это делали для нее? Для чего вы это делали? Знаете, как бы вы не растворялись в человеке, как бы вы не пытались его купить через подарки, как бы вы не нарушали его личные границы постоянно тем, что делали для нее какие-то вещи. Как бы вы не привасировали чувство вины у человека. Я не говорю, что это происходило по специальным, ну, по умыслу. Вот. Вы вполне можете этого не осознать, еще раз повторю. Но момент, при котором вы очень много всего делали для своей девушки, момент, при котором вы много чего для нее делали, в любом случае нуждаются в том, чтобы его рассмотреть. Потому что, когда человек делает что-то для другого, всегда важно сохранять личные границы. У меня, естественно, нет такого представления, что вы личные границы сохраняете, что вы отделяли должным образом себя от нее, ее от себя. Вот. И у меня нет, значит, у меня нет ощущения, что вы воспринимали девушку как отдельное, как ценность в себе. Потому что у вас есть мотив, я не хочу повторить того же, что и произошло с моими друзьями. Но! Но! Момент здесь какой, что еще раз, измена или расставание, или измена, неважно, это опыт. И через этот опыт нужно пройти к каждому, чтобы понять что-то, чтобы научиться чему-то, чтобы увидеть для себя что-то. Если этого опыта нет, то в отношениях вы можете быть, ну, менее ориентированы, что по итогу приведет только к тому, что вам будет стяжело плотно и вы будете еще больше страдать. Поэтому есть у меня такие подозрения относительно того, насколько вы девушку свою воспринимали, ну, как отдельное целое, а не как средство для достижения своей цели. Или для, ну, для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. Вот. Дальше идем. Вы говорите, нашел девушку. Понимаете? Да. То есть, тут момент какой, тоже важный. Вы говорите, вот, вот, нашел. Что значит нашел? Как можно найти, ну, как можно найти девушку? Понимаете? Вы с ней как-то взаимодействуете? У вас с ней есть общее что-то? Что значит нашел? Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому то, как вы ищете девушек, как вы их, собственно говоря, ну, подбираете, как вы выстраиваете с ними отношения, это, на мой взгляд, тоже довольно важный момент. Потому что, ну, требует этого, требует это определенного анализа. Как мне представляется. Вот. Дальше идем. Значит, через три года она сказала, мне все надоело, я полюбила другого. Ну, это, опять же, смотрите, она сказала вам, что полюбила другого. Ладно. Вы-то сами это восприняли как? Вы-то сами это восприняли в каком-то их ключе. Ну, полюбила девочка другого. Могло такое быть? Вполне. 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 Или вы считаете, что, что нет? Или вы считаете, что не могло такого быть? Понимаете? Какая история. Поэтому здесь тоже вам нужно определиться с тем, собственно говоря, как вы это воспринимаете? Как вы к этому относитесь? Именно вы. Понимаете? Вот. И, соответственно, если вам неприятно было слышать, или если вы считали, что девушка должна была быть благодарной вам за то, что вы для нее вот делали, то, соответственно, это уже ваши, ваши ожидания и ваши, значит, желания, которые вы и хотите, пытаетесь, значит, реализовать через вот, ну, через нее, через девочку. Вот. Что, опять же, не является, на мой взгляд, чем-то правильным и нужным для здоровых отношений. То есть, грубо говоря, здоровые отношения так не построят. К сожалению или к счастью. То есть, смотрите, что мы видим пока. Пока. Пока мы видим, во-первых, страх потерять, значит, потеряться на оценку. А мы видим, пока, ваше нежелание, значит, повторять судьбу ваших друзей. Мы видим перенос ответственности с, значит, девочек. То есть, ну, с мужчин на девушек. То есть, это девочка виновата, это не друзья, да, ничего, друзья ничего не делали, это только девочка виновата. Вот. И мы видим для вас ярко негативное значение изменов. То есть, вероятно, у вас в семье происходила какая-то история, которая могла спровоцировать такой негатив от измены. То есть, ну, именно негатив в плане того, чтобы, в плане того, что у вас сформировалось неадекватное представление о том, что есть измена и что она из себя вообще представляет, эта измена. Вот. То есть, ну, по какой причине вы воспринимаете ее измену в смысле негативно? Вот. Вот. Дальше идем. Причем, до последнего дня обманывала, строила планы на будущее, говорила, что любит, а предоставание разрывелось и говорила, что еще может в месте. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я, конечно, не знаю до конца, как обстоят у вас дела. Но, на мой взгляд, ситуация такая, что девушка обманывала, она знала, что вы не поймете. Вот. И, она действовала, значит, говорила, что вы еще можете быть вместе так же по той простой причине, что испытывала вину. Вот это вот, по сути, это то, что вы у нее вызвали. Вы вызвали у нее чувство вины у девушки. Вы вызывали чувство вины у нее своим поведением. Вот. И я уже не знаю, делали ли вы это специально или делали ли вы это как-то не специально. Может быть, для вас это единственный способ устраивания отношений. Может быть, нет. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. То, что хорошего в данном аспекте мало и, точнее, вообще нет, это очевидно. Вот. И вопрос в том, значит, понимаете ли вы это или нет? Отдаете ли вы себе отсчет в этом или нет? Вот. Значит. Дальше идем. Так. Причем я даже не знал, что ей не нравится. Ну, здесь, конечно, очень интересный момент. То есть, вы думаете, что девушка вам, она должна сказать, что ей не нравится. Вот. То есть, вы вот понимаете женщину как, ну, как мужчину, наверное. Потому что, вообще говоря, женщина не должна, не должна женщина говорить о том, что ей не нравится. Вот. То есть, она может это сделать, но далеко не всегда. И далеко не всегда, и не каждая женщина может это сделать. Вот. И рассчитывать на то, что девушка будет говорить вам, как вести себя или там, что ей не нравится. Вот. Рассчитывать на это. Ну, это наивно. На мой взгляд. Поэтому, я думаю, что вам бы нужно от восприятия того, что делает другой человек, прийти к тому, чтобы стараться почувствовать самостоятельно, что девушке нужно. Чем она нуждается, и так далее, и так далее. Вот. Причём, опять же, я вас не обвиняю на самом деле. Не в чём. Вот. Я просто показываю вам, надеюсь, надеюсь, вы всё понимаете, я показываю вам то, что вы делали неправильно. Деструктивно. Вот. То есть, вы, конечно, можете считать девушек кем-то плохим, там, и так далее. Это, опять же, ваше право. Вот. Ну, принесёт ли вам это какую-то, собственно, пользу. Это, вот, уже большой вопрос. Дальше. Значит так. Ничего вообще она не говорила. Не говорила. Ну, вот, это выражение можно понимать, конечно, весьма-весьма двояко. Да. То есть, если она вообще ничего не говорила, что, ну, а как же тогда вы с ней взаимодействовали? Вы же, она могла не говорить, но реакцию, это вы её всё-таки видели. реакцию, то вы ее все-таки чувствовали, вот, я не верю в то, что вы не могли почувствовать ее реакцию, вот, так что, я думаю, что здесь тоже необходимо подкорректировать ваше поведение. Так, значит, ну, потом я это все подзабыл, пережил, прошло два года, но душа иногда скребет по этому поводу. Ну, либо вы восприняли это на свой счет, либо вы не завершили ситуацию, да, то есть, ну, она вас до сих пор волнует, до сих пор она вас колышит, до сих пор вам тяжело и трудно ее вспоминать эту ситуацию, вот, возможно, до сих пор вы переживаете какие-то эмоции по данному моменту, да, то есть все-таки, 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 все-таки не позабыли, все-таки какие-то эмоции все-таки есть, вот, и нужно просто понять, какие эмоции, что происходит с вами, вот, что вы чувствуете, причем конкретно, что вы чувствуете, что вы ждали, что вы чувствуете, как, самое главное, как изменилось ваше представление о том, какой вы, какая девушка, вот, что представляет из себя вы, что представляет из себя девушка. это, вот, в принципе, является тем, что вам, ну, можно и нужно, эм, для себя определить, вот. То есть, может быть, вы, вот, как раз, эм, считали и надеялись, и хотели, чтобы девушка, вот, была вам, ну, благодарна, например, за то, что вы сделали для нее. Может быть, вы потеряли то, что вам было, было нужно, вот. вот, ну, значит, эм, когда она, э, ушла от вас. А, то есть, тут вот нужно, нужно смотреть, э, что именно. Вот, например, э, в гестант психологии, да, э, в гестант терапии, э, есть мнение, что нужно переживать, э, волнующий эпизод, снова и снова, снова и снова, открываются новые и новые, э, обстоятельства, видятся новые и новые факты, и, тем самым, э, будет, э, значит, э, тем самым будет, э, избавление от негатива. Вот. Ну, в данном случае. И, опять же, для этого нужно, чтобы вы к этому стремились, чтобы вы это, хотели, чтобы вы этого желали. Вот. Дальше идем. Значит так, ну, понятно, тут вы избегаете. Во все это время не зацепила ни одна девочка. Ну, либо страх, ваш, э, страх измены, э, 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 дало себе знать ещё больше, то есть вот, чего боялись, собственно, то и произошло, да, то есть если чего-то боится человек, то, соответственно, ведёт себя этот человек соответствующе, и если он ведёт себя соответствующе, то он провоцирует те последствия, которых он, ну, как правило, стремится избежать, вот. Так, за всё это время, так, мог бы я как-то повлиять на ситуацию с бывшей девушкой, спрашиваете вы? На мой взгляд, на мой взгляд, вопрос, конечно, некорректный, потому что, ну, вот, что значит, мог бы я как-то повлиять на ситуацию с девушкой, что значит, мог бы как-то повлиять? Вот, серьёзно, что это значит? Могли ли вы что-то изменить в том, что происходило между вам, ну, да, изменить что-то вы могли, конечно, вы могли изменить своё отношение к ней, могли перестать, значит, делать для неё то, что вы, ну, то, что вы делали, да, могли перестать для неё делать эти вещи, которые вы делали. И тогда ей было бы с вами более, значит, ну, более спокойно, вот, и, соответственно, если бы ей вам, если бы ей с вами было бы спокойнее и свободнее, то она бы, возможно, с вами раздалась. Но другое дело, что вы не могли вести себя по-другому, потому что у вас не было соответствующих ресурсов. Вот. И я даже больше скажу, что сейчас, на данный момент, я не заметил у вас, ну, того, что ресурсов стало больше. Всё-таки я не могу сказать, что у вас больше ресурсов стало. Э-э-э, теперь. Мне кажется, что, наоборот, э-э, ресурсов стало ещё меньше. Вот. Из-за того, как вы восприняли всю эту историю. Поэтому, могли ли вы повлиять? Да, могли. Всегда можно, в общем и целом, э-э, что-то сделать. Всегда. Вот. Были ли у вас ресурсы? Нет. Означает ли это фактически, что вы, э-э, были лишены какого-либо выбора в тот момент? Да. Это означает, что вы были лишены какого-либо выбора. Это означает, что фактически вы, вы были связаны, э-э, вот, с тем, как, какие у вас были, э-э, ресурсы. Вот. И, соответственно, э-э, если уж так получилось, что вы, э-э, были связаны, что вы, вот, ну, такой человек, вот такой человек, и девушка вас такой выбрала, что ей следовало бы вас принять. Э-э, она этого не сделала, э-э, девушка вас не, не, не приняла. Э-э, вот. Э-э, по какой причине она вас не приняла? Э-э, это вообще отдельный разговор, на мой, на мой взгляд, на мой, на мой взгляд, это отдельный, отдельный разговор. Э-э, то есть, что помешало, э-э, что помешало ей, э-э, принять вас. Э-э, это отдельная тема для разговора, вот. Очевидно, что с этим, э-э, также, э-э, нужно разбираться, э-э, значит, ну, то есть, понять, почему она, э-э, не приняла вас, и, э-э, значит, постараться увидеть, что делать-то не вас, на самом деле. Вот, дело не вас, э-э, дело в ней, скорее. Вот. Ну, опять же, это зависит от того, насколько вы, э-э, сами готовы, э-э, все это анализировать, и, насколько вы, сами готовы, со всем этим, со всем этим работать. Вот. Дальше. Э-э, так, как научиться распознавать такие ситуации парашек? Никак, просто не делать, не делать для, э-э, человека того, что вас напрягает, и, э-э, более, все-таки, чутко прислушиваться к, э-э, к тому, чего человек хочет. Вот. Чтобы не было, вот, таких историй, э-э, нужно, э-э, просто больше прислушиваться к человеку. Вот. Вы же, э-э, хотите отношения превратить в, э-э, какой-то такой, знаете, расчет. Вот. Это, э-э, это не работает. Так. Так это не работает. Дальше идем. Значит, э-э-э, как исправить тот, сейчас оно и происходит. Значит, э-э, здесь самооценка, э-э, мужская модель поведения, э-э, уверенность в себе, и негативные установки, которые у вас, э-э, были еще до, собственно, именно самой девушки, до того, как вы, э-э, стали с ней встречаться. Вот. Вот, если это все подкорректировать, да, то есть, э-э, в психологии есть такое хорошее, э-э, на мой взгляд, хорошее, э-э, значит, понятие, как интроэкт. Э-э, интроэкты, э-э, это то, что мы получаем, э-э, при взаимодействии с, э-э, окружающим миром. Какие-то взгляды, какие-то ценности, какие-то установки, какие-то, э-э, направления в, э-э, ну, в свои деятельности. Вот. И так далее. И вот это мы очень часто принимаем целиком. Мы не отсеиваем то, что принимаем, то, что нам не подходит. Вот. Из-за этого часто возникает проблема. Если смотреть на ситуацию так, на мой взгляд, если смотреть на ситуацию так, то, э-э, есть огромный шанс того, что вы сможете что-либо поменять. Огромный шанс того, что вы сможете, э-э, изменить свое отношение, э-э, к изменам, к девушкам, к себе, то, э-э, едва ли не, э-э, самое главное, чтобы вы изменили отношение к себе, чтобы вы, э-э, себя все-таки по-другому воспринимали, да? И это все позволит вам выстраивать отношения с э-э, с девушками по-другому, совсем не так, как вы это делаете сейчас. Э-э, вот, вот так вам можно ответить на ваш вопрос, на ваши вопросы, точнее. Э-э, я надеюсь, что это было полезно, надеюсь, что это поможет вам. Э-э, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад э-э, помочь вам. Э-э, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!